Привет всем! Сегодня я хочу показать вам нашу любимую машину. Она, конечно, уже не новая, далеко не новая. У меня муж ей пользуется, наверное, много лет, лет, как сказал, 10, наверное. Такая же точно у его сестры. В общем, все мы накупили такие же самые. Фирма она, вот она называется, вот так. Классная штука, мы в ней делаем хлеб, мы в ней делаем и тесто. Я заказываю мужу, он у меня мастер в этом деле, но я теперь тоже уже научилась. Вот такая вот штучка интересная, которая вот так спокойненько, видите, вынимается. И потом спокойненько туда же и ставится. Ну, конечно же, левой рукой я не могу так ставить. Вот так. Здесь, видите, само управление идет. Бывает, значит, вот light, medium и dark. Это когда вы печете хлеб, какой вы хотите иметь, светленький, средний или хорошо поджаренный такой. Мы всегда вообще ставим на light и все равно хорошо поджаренный получается. Дальше здесь вот basic, это когда вам нужно сделать, по-моему, хлеб печется. Дол ставлю я, когда мне нужно тесто. Вот сейчас, в данном случае, мне нужно тесто, потому что у меня есть кое-что, какая-то задумка. Я использую свою любимую книгу. Это здесь 300 лучших рецептов хлеба для машины. И мы берем, значит, вот видите, здесь рецепты разные, которые на 750 грамм хлеба, на 1 килограмм. Мы берем вот этот 1,25, тут есть и на 1,5 килограмма. Ну, как-то вот этот нам рецепт больше годится. Так, сейчас я вот просто наведу камеру, чтобы вы посмотрели весь этот рецепт, который сейчас я буду закладывать. В принципе, по идее, здесь очень все легко. Нужно просто положить сюда и нажать на кнопку, и оно там само себе делается. Получается отличное тесто. Я его потом просто в холодильничек, и когда мне нужно, я его вынимаю. Идем по рецепту. Первое, там нужна вода, но мы все добавляем молоко. 1,2 чашки молока. 3 столовые ложки обыкновенного масла растительного. 1 ложки соли. Четверть чашки сахара. Дальше идет 4,1 и 1,3 чашки муки. Ну, здесь, посмотрите, получается 1000 миллилитров. 1,3 чашки это сухие дрожжи. По рецепту посмотрите, сколько это в миллиграммах. Так, все, теперь закрываю. Я подключила его к сети, и видите, сразу же загорелось вот это табло у нас электронное. И что у меня, в общем-то, сейчас стоит на том, чтобы выпекать хлеб. Что мне не нужно. Когда хлеб выпекается, точно так же, просто закладывайте все ингредиенты. Вот, и мне сейчас нужно выбрать курс. Я выбираю, чтобы было тесто. Вот у меня возьмет это 1,50. И нажимаете на кнопочку старт. И все, время пошло. Через полтора часа вам подаст оно сигнал. Сейчас написано, видите, прыгит, то есть подогревает. То есть разогревает все ингредиенты, которые заложены в этом рецепте. Так, ну если слышите вот этот звук, это уже заработала машина. То есть получается, что 23 минуты все прогревалось. И вот сейчас пошел процесс, видите. Так вот теперь будет оно работать целых полтора часа. Не самой ручками своими, а вот работает машина. Итак, прошли мои полтора часа. Смотрите, как выглядит тесто. Видите, оно такое поднялось. Вот, у меня вот такой пакетик. Сейчас я его расстегиваю и положу внутрь. Давай, волос, дорогой. Ой, какое классненькое тесто вообще просто. Супер. Рассовывайся, не ломайся. Закрываю. И завтра буду печь. Итак, день следующий. Итак, у меня хлеб. Я его сейчас буду вот так разрезать. И теперь переворачиваю на 90 градусов и делаю продольные. То есть не дорезая до конца. Понимаете, да? Делаю такую вот клеточку. Следующее. Смотрите, у меня здесь сыр. Это сыр чеддер и сыр моцарелла. Беру моцареллу, вот они вот такие вот тоненькие кусочки. И начинаю их просто вот так вот прокладывать. То есть отделяю одну и прокладываю. Все это сейчас я затолкаю вот сюда. Сейчас мне нужно еще два кусочка, потому что мне немножечко не хватило. Сейчас я дорежу. Теперь у меня сыр чеддер, вот он, вот такие маленькие кусочки. И я его собираюсь закладывать вот сюда. То есть вот пошла первая линия. Хотя бы через один. Я бы сюда, честно говоря, еще бы положила сыр фета. Потому что он так себе хорошо зарекомендовал в прошлый раз. Так, следующий такой момент. Беру противень, накрываю фольгой и перекладываю хлебушек вот сюда. Прямо посередине фольги. Так, идем дальше. Подвигаю пока хлебушек. И здесь у меня нарезанный лук и расплавленное масло. Я добавляю сюда. Сейчас перемешать это все. Видите, он такой становится жирненький лучок. Вообще опять будет жирное блюдо, потому что два вида сыра и опять же масла. Последнее. Мне нужно положить этот лучок вот сюда. Вот видите, то есть вот эти кармашки, которые пока что у меня еще есть. Я их прокладываю лучком и заливаю туда масло. Это, конечно, сделать нелегко, но можно. Особенно масляную дюшечку надо обязательно сюда залить. Все, и вот так прохожу просто по всем уровням. Раскрывайся. У меня готов хлебушек. И теперь я его закрываю. Ого! А тут нужно еще одну. Теперь я это все заворачиваю. Мне не хватает ширины, поэтому я добавляю. И в духовку на 15 минут. Температура, я так думаю, будет у меня 385. Обыкновенная температура, средняя. Через 15 минут я его раскрываю. И еще на другие там 10-15 минут дальше нужно будет смотреть. Чтобы весь сыр расплавился. Потому что сейчас все подогрелось. Сейчас будем плавить сыр. Видите, какой у нас весенний зеленый. Немножко добавила сверху моцарелла. Ну, просто захотелось. И все, вот у меня хлеб готов. Я так понимаю, что нужно его есть чуть вот как-то вот так. Вытягивать так по кусочку. И лопать. Вау! Хорошо, давай попробуй. Просто так. Вот так. Попал на кусочки. Ага. Как они называют? Попал на кусочки. О боже мой, о боже мой. Да, Чипсюня, это весна идет. Теперь ты будешь волноваться постоянно по поводу и без повода. Главное, она такая наглая, она прям как будто представление устраивает. Смотрите на нее. Только что все сидела вот тут справа, попой крутила. Скажи, Чипси, поворачиваю тут на нее голову на 180. Прям так она тебе, Ир. Видишь, какая наглая, да, Чипси? Видит тебя, главное, в окне. Сто процентов, что видит. Вот сейчас вот она видит, смотрит как раз боковым. Она все, все видит. Видит прекрасно кота и все равно издевается над ним. Смотрите, что-то роет. Чипси, следующее. Смотрите, как она стоит. Вот Чипси, вот чем я люблю котов, в отличие от собак. Собака уже начала была и тут возводится вся. Кот сидит спокойно, наблюдает. Скажи, ну, окно же, что же могу сделать, да, Чипси?